Вот Ереван в эту минуту приходит в себя после массовых беспорядков. Столкновения с полицией там начались накануне вечером, когда сторонники оппозиции собрались у здания полка, захваченного вооруженными людьми. В результате пострадали как минимум 60 человек, в том числе и наш коллега, оператор лайфа Тигран Гаспарян. Алина Козлова продолжит эту тему. Вот посмотрите, что с ногой Тиграна, его сейчас перевязали. Это съемочная группа лайфа, спецкорреспондент Евгения Змановская и оператор Тигран Гаспарян. Они еле выбрались с площади после ночного разгона демонстрации в Ереване. Женя сильно не пострадала, а вот увидя оператора, целых три осколочных ранения. Во время прямого эфира его задело осколками светошумовой гранаты. Она взорвалась буквально у него под ногами. Пока мы шли, начали в это место летать эти светошумовые гранаты. И два, наверное, два я поймал на себя. И там ребят еще, да, на ребят тоже полетел. Женя говорит, они чудом остались живы. После случившегося им было крайне сложно выйти в прямой эфир и сообщить, что с ними относительно все в порядке. Когда начался жестокий обстрел, в толпе ребята потеряли оборудование. Пострадала не только наша съемочная группа. В этой же палате еще несколько раненых коллег-журналистов. Вот у некоторых голова перевязана, у других тоже вот с ногой, видимо, какая-то травма. А журналист, вот он, видимо, уснул, лежит с закрытыми глазами, к нему подключена и вижу, что капельница. И все это спустя каких-то шесть дней после, казалось бы, небольшого митинга в Ереване. Сегодня всю ночь была стрельба и взрывы гранат. В итоге, во время разгона демонстрации, пострадали 60 человек. А ведь только 24 июля около 30 вооруженных людей из группировки Соснацрер без штурма и без единого выстрела выпустили всех заложников из ВД. Благодаря трехдневным переговорам генерала Виталия Баласаняна, героя Карабахской войны. Первые выстрелы прозвучали на улице Харинацы в Ереване 17 июля. Около шести утра. Район Эребуни, окраина Еревана, полностью оцеплен силовиками. Не пускают ни журналистов, ни местных жителей. Все дороги, ведущие к этому кварталу, за двойным кордоном из КамАЗов. Вооруженная группа на грузовике-то ранит ворота полка ППС Еревана и открывает стрельбу. В перестрелке погибает полицейский. Четверо ранены. Девять оказываются в заложниках. Раненых захватчики отпустили. Правда, в обмен на замначальника полиции Армении Вартана Егиазаряна и ереванской полиции Валерия Осипяна. Оба известны по переговорам с оппозицией на Электромайтане год назад. Спустя два часа появляется первое видео с захватчиками. В интернет его выкладывают сами вооруженные радикалы. На этих кадрах лишь пятеро из тридцати. Ведут себя спокойно и расслабленно. Захватчики предупредили, их соратники готовы убить заложников. Переговоры продолжаются целый день. У мегафона полицейские психологи, политики и общественные деятели. Захватчики назвали себя отряд СоснацРР. Там как ветераны Карабахского конфликта, так и молодежь. Требования экстремистов, смена действующей власти и освобождение из тюрьмы их соратника, Жерайра Сифеляна. Он был арестован за незаконное хранение оружия и подготовку вооруженного захвата административных зданий Еревана. Каждый вечер к зданию захваченного полка ППС приходят сотни сторонников оппозиции. Выступают в поддержку радикального отряда. Поздним вечером, 21 июля, сторонники оппозиции набросились на бойцов в отцеплении. Срывали с них шлемы, отбирали пуленепробиваемые щиты. Полиция вынуждена была применить шумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате полсотни пострадавших, 28 из них полицейские, свыше 130 митингующих, задержаны. Между оппозицией и рядами полицейских вышли священнослужители. Пятый день переговоров. Пятеро заложников освобождены, еще четверо остаются внутри. Контакт с захватчиками теперь у генерал-майора в отставке Виталия Баласаняна. Он специально приехал из Карабаха. Пользуется авторитетом как у силовиков, так и у радикально настроенной оппозиции Армении. Был командиром добровольческого отряда, затем батальона. С января 92-го участвовал в оборонительных и освободительных боях. Тем временем армянский лидер Серж Сарксян призывает захватчиков сложить оружие. Обещая, что переговоры продолжатся в конституционном русле. Предложения захватчики проигнорировали, но удалось решить вопрос с поставкой продуктов радикалам и заложникам. Эту миссию может возглавить отставной генерал-майор Баласанян. Оппозиционеры ему полностью доверяют. Погибшего при захвате отдела ППС полковника Артура Ванаяна похоронили со всеми воинскими почестями. Медалью за отвагу он награжден посмертно. Алина Козлова, Алина Гилёва, Жанна Карпенко, Евгения Змановская, Тигран Гаспарян. Live.